да дождь снег выпал даже местами все беленькое в общем как то так сейчас позвонили ребята из того что ну вот погода такая машина садятся постоянно приходится вытаскивать кого-то помогать в общем двигаемся но опять поеду же на этом тракторе потому что быстро и надежно в любом случае ты сейчас мтз надо аккумулятор ставить они у нас сняты она мтз 1221 сегодня колесо прокололи меняют колесо ребят заклеили уже собираюсь сейчас я на вальтра отцепил лопату уже я завел его греется выдвигаться на улице реально холодно ветер сляхать вот такая вот здесь многие пишут типа сделай у себя подъезд ну блин ребят это очень дорого все на самом деле если так прикинуть это даже не вложишься в пять мультов если все это делать а когда это все сделаете даже представление не имею поэтому пока так все по старинке ничего может быть со временем где-то что-то подсыпется и будет нормально так передок у меня все отключено выезжаем по и отключил потому что мы выезжаем на асфальт да и вообще в принципе спиритком ездить не рекомендуется так сегодня должны привезти нам опрыскивать новый купили опрыскивать и тоже будет отдельный видос были столько видосу я часто понаснимал и монтировать некогда но ничего время на и в общем сейчас у меня c1 сейчас попробуем покажу вам как он работает в автомате для этого сцепление выжимаем останавливаемся на я всегда становишь можно не на останавливаться но так поставил авто 1 вот видно не знаю нет авто 1 и и выезжаем все как положено с поворотниками ну и газ пол смотрим как он разгоняется а и вот трактор сам начинает переключаться в общем час мы разогнем его до максималки блин трепет его однако на колеса грязь в общем 42 43 43 километра в час максималка многие спрашивали сколько едет вальпро вот 43 километра в час в принципе я думаю достойный результат для трактора в общем выехал я на такую вот дорогу точнее как она не дорога больше направлений идет но с этим ничего не поделать здесь клея помаленьку двигать час самое интересное на этом тракторе когда вот сбрасываешь он нам автоматически перегазовки делает чтобы сбросить скорость но очень прикольно сейчас мы едем уже в сторону этой машины которую должны эвакуировать так сказать помочь здесь у нас по бокам вот такие озера с полей течет вода я не знаю будет в этом году пшеница или нет у нас опять все топит даже доходит до того что даже в хранилище вода находит час пришлось все ставить на поддон и зерно затарили все на машины а так на насобом хранится уже не получается но благо что у нас всего мало поэтому более-менее терпим живем так дурник надо было включить здесь они такие интересно работали один дворник вообще хорошо сзади тоже есть ну вот мы и подъезжаем кстати с левой стороны это вот виднеется наша пшеничка до этого на поле не выезжал посмотреть ее даже не было возможности буханка сюда не проходит хоть на тракторе сейчас выйду посмотрю что там да как но вода стоит но все равно я думал будет хуже всхожесть хорошая единственное что вот эти вот места где низинки подтоплены но ничего может выкарабкается и даст нам хороший урожай так я не знаю может мне заранее развернуться иначе тут потом развернуться будет целая проблема чтобы ехать задом туда уже потому что буду вытаскивать зад лопату вступил теперь хорошо это делать главное не свалиться потому что на этом тракторе я уже один раз сваливался не очень приятное дело так и надо отключить автомат автомат у нас отключается вот этим кнопочкой почему-то сейчас не тупо режиму неудобно и смазь снимать и контролировать все эти процессы так что у них без суть бывает и профессионалы ошибаются а я еще только учусь нечего учиться и учиться поэт так встаем назад я с нас режим б б 1 болит как же тут колбасит в этом тракторе особенно когда вот таким дорогам неприятным так ну зацепились сам момент эвакуации так все все аккуратно в принципе он не помогает я даже передов сейчас его вот еще на твердое а дальше он сам это газель полноприводная кстати так все дальше он со мной еще сопроводим так троса цепил час отъезжаю ребят пропускаю они поедут вперед а я уже за ними если что подстраховать потому что этот участок еще приличный остается пшеницу же конечно еще чуть-чуть и надо кормить но не знаю получится нога топнут я заходил топнет и топнет серьезно что-то не случилось что-то не того капот открыли что-то ребята хотели выезжать оказывается оборвала ремень еще к тому же помимо того что застряли и ремень оборвала на помпу и греется поэтому сейчас я их вытащу блин я тоже что-то не могу без передка двигаться выдачу их на сухое на асфальт и дальше там они уже сами разберутся но мне надо работать дальше заниматься делами ведь работы у нас очень много ну что теперь я не спеша уже буду вытаскивать торопиться тут особо смысла нету грязь такая главное чтобы не свалились они с этой дороги у нас как мозг мой большак если с него свалится то уже никакой машины не возьмешь это будет бесполезно но все друзья вытащил ребят на твердое точнее на асфальт нас тут асфальт и теперь они ждут уже вторую машину которая привезет им им комплект ремень там ремень оборвала ремень приведет и они уже отсюда то они уже в любом случае вы мне короче трактор этот кидает грязь от колес надо будет срочно делать какие-то защиты потому что летит просто ужас так это у нас навстречу гайду . у нас же снег выпал поэтому посыпают песочком вот такие вот дела шестнадцатый апрель погода радует нас вот такими лужами друзья ну а на сегодня все надеюсь вам видос понравился спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и самое главное никогда не берите деньги за помощь помогайте безвозмездно и помощь вам вернется всем удачи